Жители аварийного подъезда двухэтажного дома по улице Ковыльная 43-го поселка Актаз рискуют быть погребены под завалами. Несмотря на то, что подъезд признали опасным, некоторые семьи продолжают там жить. На такой отчаянный шаг люди идут от безысходности. Вот уже третий месяц местные власти не могут решить их судьбу. При этом временное жилье, которое им предоставили в доме престарелых и местном ЦОНИ, жителей не устраивает. Но будете к аварийному ждать по очереди. Мне уже скоро 70 лет. Я не дождусь, я умру. Они до пенсии будут ждать. Для чего тогда? Мы же люди. Сегодня эвакуированные жители аварийного подъезда снова собрались у своего дома. Они с возмущением рассказывают, что в Акимате-Саране им посоветовали не ждать от властей помощи. Якобы даже если оседающий подъезд снесут, людям жилье предоставят в порядке очереди. А пока пенсионерке Жамиле Садуовне, живущей в доме престарелых, некуда вывезти даже мебель. Куда мне деться? У меня дети у всех, двухкомнатная квартира, трое детей у всех. Куда мне идти? А вот мое имущество, которое под старосты лет, я копила их на свою малую минимальную пенсию. Говорит, вывозите куда хотите. Куда? Мы на улице остались вообще сами. А жить он говорит, нельзя. Если что случится, говорит, мы отвечаем за это. Мы не хотим отвечать. А куда нам идти? Они не отвечают. Собрали все это самое, что сказали, дадут время на этом жилье или что до подъезда аварийный. Мы даже собрали все коробки, чтобы собрать вещи и быстро в какой-то момент уйти. Но если что-то случится, обрушится подъезд, то пострадаем мы, а отвечать будет, наверное, Акимат. Семья Натальи Потечук на свой страх и риск продолжает жить в аварийном подъезде. По словам женщины, больше им идти некуда. Каждый вечер она и ее домочадцы ложатся спать со страхом. Я пришла сюда, назад вернулась, а вот три месяца после аварии я так и живу в своей квартире. Я ему сказала, вот в пятницу мы были, 7 апреля, я говорю, я живу, я и буду жить, пока вы мне не предоставите жилье. Он сказал, мы аннулируем вам документы и оттуда вас выселим. Говорит, идите, снимайте там, у родственников живите, а мы нужны родственникам. Нам идти некуда, они говорят, в порядке очереди. Вы представляете, сколько лет надо ждать? 20 лет, 25 лет, 5 лет, не знаю. Идите, куда хотите, снимайте жилье, оплатите за это, за все сами. Позицию Натальи поддерживают и остальные соседи. В случае непредоставления им жилья, отчаявшиеся люди готовы вернуться в свои аварийные квартиры. Согласно заключению экспертов, аварийный подъезд подлежит сносу, а жители – расселению. Правда, куда их расселят, пока неизвестно. По словам жителей Ковыльной, местные власти уже сейчас пытаются перекинуть ответственность на самих владельцев квартир. В поселковом Акимате конкретного решения данной проблемы пока не нашли. Чиновники ссылаются на Акимат Сарани, мол, вопросы распределения жилья будут решать комиссионно. Но в то же время заверяют – людям обязательно помогут. Пока по времени, по срокам не могу сказать, не могу сказать по срокам. Потому что там сейчас сделаны были запросы по всей инстанции. Но я имею в виду касательно архитектурного, вопросов архитектурного. Понимаете, там дело так, еще нужно будет, допустим, усиливать второй подъезд. Чтобы, допустим, если будет принято решение по разбору первого подъезда. Поэтому очень много вопросов. Трещины в стене аварийного дома, по словам жителей, продолжают увеличиваться. Между тем, сейчас уже за свои жизни опасаются и жители остальных двух подъездов. Айом Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.